Сотрудникам наиприкладной химии в Токио удалось клонировать мышь из клеток другой мыши, умершей 16 лет назад и сохранявшейся в замороженном виде. Практически японские химики впервые осуществили воскрешение живого организма. Данный успех неизбежно влечет за собой многочисленные вопросы этического, общественного и религиозного характера. Безусловно, клонирование человека гораздо более сложный процесс, чем клонирование мышей. В настоящее время это невозможно, но научный прогресс не остановить. Что же будет, когда люди научатся производить собственные копии, да еще и копии умерших людей? Что произойдет при этом с душой? На самом деле, душа человека это не физическая, а скорее энергетическая волновая субстанция, не связанная напрямую с атомами нашего тела. Эту нашу внутреннюю сущность клонирование никак не затрагивает, позволяя воспроизвести лишь внешнюю копию, животную оболочку. С этой точки зрения клонирование можно рассматривать как еще один более сложный вариант искусственного оплодотворения. В свое время это также вызывало многочисленные споры и сомнения, пока не подросли первые дети из пробирки. Вообще-то неважно, как технически появится на свет новое тело. Ведь оно является лишь средством, инструментом, с помощью которого душа может выразить себя. А проблемы, которые переживает тело, нужны лишь для того, чтобы подтолкнуть человека к выполнению его главной задачи. Развить свою душу для того, чтобы войти в гармонию с высшей природой. Сегодня, судя по мировому кризису, эта задача стоит уже перед всем человечеством. А значит, выполнить ее каждому будет намного легче.